Здравствуйте! Меня зовут Елена. Я мама Владислава. Ему уже 5 лет. Мы проходим дистанционное лечение в центре Байярдавед. С Давидом мы уже знакомы 1 год и 3 месяца. За этот период у нас произошли изменения. Владик перестал вокализировать. У него улучшился сон. Он больше слушается. Глазной контакт стал лучше. Стал лучше понимать обращенную речь. С начала лета Владик сам без просьбы ходит в туалет. Это очень-очень радует. На прошлой неделе его очень хвалили в ПМПК. Психолог говорил, что он с первого раза, с первой просьбы все делал, что нужно. Также и на занятиях в физкультуре. Что ему говорили, он сразу же все делал. Хочу сказать большое-большое спасибо Давиду. Потому что Владик у нас метеозависимый. Если меняется погода или какая-то магнитная буря, у него сразу же нарушается сон. И он становится нервный. В эти дни я стараюсь дозвониться до Давида и провести сеанс. И Владику становиться лучше. Хочу сказать еще раз большое спасибо Давиду и всем сотрудникам центра. Конечно, нам еще очень много над чем нужно работать. Но я верю, что с помощью вас у нас все получится. Спасибо. Всем привет. Хочу поделиться с вами нашим достижением после трениров в центр ПРТВ. Три недели назад мы вернулись с Израиля. И с каждым днем у нас все меняется в сторону лучшего. Наш сын нас радует все больше и больше. Сегодня мы были на занятии у психолога. После занятий она сказала, что Рафи очень сильно поменялся. Что он более коммуникабельный. Что он больше начал понимать. Что контакт в глаза более длительный. Он очень сильно заинтересован в занятиях. Она сказала, что это совершенно другой ребенок. Что с ним произошло чудо на самом деле. Мне было очень важно узнать ее мнение. Так как она у нас очень опытная. И изначально знает, каким был наш сын. Как он развивался. И мне было очень важно узнать, что она про это думает. И я сегодня очень счастлива. Я услышала те слова, о которых я так долго мечтала. Еще хочу добавить, что Рафи до поездки мог повторить слова. Иногда предложение из двух-трех слов. Но сейчас по просьбе он повторяется предложение из четырех. Из пяти слов. И я могу сказать, что у нас точно уже аутизма нету. Только задержка речевого развития. Спасибо вам огромное, Давид. Спасибо Йосефе. Спасибо Аркадию. Спасибо Шлому. Спасибо Ассаву. Спасибо огромное, Марине. Я вам очень благодарна. Спасибо огромное. То, что вы делаете для нас, это просто чудо. Огромное вам спасибо. Всем добрый день. Это наш следующий видеоотчет. После очного лечения в центре БРД, Верусалим. Надеюсь, что дальше будет больше. Я прям очень воодушевлена. Спасибо еще раз от чистого сердца. Я вас очень благодарна. Дети перестали болеть вот этими вирусными болезнями. Все были дети так часто. Мы болели очень часто. У нас начиналось с одного ребенка, второй подхватывал. Все завершалось мною, мамой. Ну и вот так вот бесконечно. Мы неделю лечимся, две у нас перерыв и так далее. И постоянно. После... В общем, еще в прошлом году, после первого раза мы побыли у Давида с Юсефой. И в принципе, у нас эта проблема сразу же перестала быть в нашей семье. Так, насчет Дамира, да. Дамиру сейчас практически семь лет ему будет в ноябре месяце. И он после именно поездок стал намного лучше обучаться. Его можно всему обучить. И все, к чему вкладываешь в него усилия, да, как говорится, свой ресурс, он все это дает отдачу. Если он одевается, ну, к примеру, конечно, еще немножко нужно напоминать, но это любому ребенку нужно напоминать о том, что нужно сложить вещи. Но когда мы говорим, ну, там, к примеру, нужно скласть красивые вещи, он все это делает. Если они, например, наизнанку, то я его научила, он все это выворачивает. То есть он научился выворачивать раньше, он это вообще не понимал, как нужно вывернуть, да, как бы, с изнанки на лицо. То есть сейчас он это все делает. Ну, как бы, и у нас много, очень много всяких улучшений. У него осознанный взгляд. Он очень четко понимает, когда о нем говоришь, когда с ним разговариваешь, на равных, как со взрослым. Вот это все у него есть. То есть взгляд другой осознанный. Он наблюдает за детьми. То есть у него, он, вот явно я вижу, что вот именно после очного визита в Израиль, что он, вот, он не в своем мире, он живет в нашем мире. Просто ему нужно всему-всему обучить. То, что было, как говорится, ну, было упущено. И то, что, ну, потому что это было действительно органическое поражение. Вот. Что касается нас, родителей, вот, очень существенно меняются, я считаю, после очного визита, сами родители. Потому что у нас, вот, что касается меня, самое-самое основное, за что я очень благодарна Давиду с Юсефой и всей команды центра Байер Давид, за то, что, как бы, у меня поменялось отношение к сыну. Ну, вот, во-первых, то, что раньше до этих поездок я думала, что он у нас, ну, действительно отсталый, ну, как бы, да, инвалид, одним словом. То после поездок у меня существенно поменялось отношение к сыну. Что это такой же ребенок, как и все детки. Просто нужно действительно помочь и научить. Вот. Безусловная любовь, конечно же, принятие этой болезни появилось. Вот. Если раньше это все было на раздражении, вот, ну, как бы, это не принятие было. То сейчас, ну, как бы, с пониманием и с терпением. Спасибо вам, Давид, от души. Благодарю вас за это. Ну, естественно, конечно же, отношения в семье поменялись. Потому что, когда меняешься ты, в связке с тобой меняются, ну, естественно, близкие люди. Это само собой разумеется. Добрый день. Меня зовут Дана. Моего сына зовут Айдуас. Хочу поделиться улучшением своего сына дистанционного лечения с доктором Давидом. Айдуас стал более точнее понимать речь. Около на 50-60%. Говорим мы дома с ними на русском, и на родном казахском языке. Сначала он выслушает, потом только делает. Давно мы всегда его водили за руки, показывают то, что нужно это отнести, то принести. А сейчас мы говорим, он сам бежит, это всё делает. Например, снимает вещи и уложит в комод. Мы просто устно говорим, не показывая. Он сейчас сам, если скажешь, он сам всё относит, складывает вещи, убирает. Далее. Летом у нас моему сыну сделали обрезание по нашим традициям, и сразу же вылечили зубы. Два зуба удалили. С одним наркозом в тот день я позвонила. Написала просто Давиду. Это было 10 утра по нашему времени. По их времени это было, наверное, около 5-4 утра. Доктор Давид сразу же откликнулся. Мне сразу же стало на душе легко. И сын, после как прошёл наркоз, за обрезание всё прошло удачно, зубы вылечили, два зуба удалили. После этого, после наркоза он встал. Я думала, я так боялась, что он потеряет какие-то навыки или забудет то, что он делал вообще. Но слава Богу, спасибо огромное Давиду, доктору Давиду за то, что он нам помог. Сын очень хорошо перенёс всё. От наркоза быстро отошёл. Не плакал, не хныкал. Всё было хорошо. Добрый день всем. Меня зовут Юля. Я хотела бы рассказать о наших изменениях за последний месяц, что произошло у моей дочки. Благодаря дистанционному лечению в центре Бер-Давид. Моя дочка стала замечать всех животных. Ей очень нравятся кошки. Она ходит по дому, ищет кошку. Она её гладит, показывает, где у неё лапки, хвостик, где у неё глазки. Она её ищет, любит. В парке она стала подходить ко всем собачкам. Она стала пытаться изобразить, как они лают. Пока разговаривать у неё не получается, но ей очень нравится. Если у неё не получается самой изобразить, она подходит, просит меня, чтобы я изобразила, как лает собачка. Она стала замечать птичек, голубей. Она за ними ходит, пытается их поймать. В этом месяце мы перестали бояться моря. Мы заходим в воду. Ей нравится песок, она играет. Больше всего ей нравятся фонтаны на площади. Она стала любить туда. Может, там очень долго играться. Ей очень сильно нравится. Она стала общаться с другими людьми очень много. Ей нравятся чужие люди. Она к ним подходит. Научилась строить глазки. Она стала засматриваться на деток. В общем, за этот месяц у нас произошло очень много изменений. Хотелось бы рассказывать об этом почаще, но не всегда получается. Хотим сказать огромное спасибо Центру Бейрдавид за то, что они нам помогают, нам и нашим деткам. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok